Каждую среду мы подводим итоги спортивной недели и помогают нам в этом сами участники этих событий. Сегодня в качестве ведущего попробует себя голкипер хоккейного клуба Алтая Александр Власов. Александр, что интересного на ваш взгляд в мире спорта на этой неделе? Рассказывайте вам слово. Спасибо коллеги, представлюсь еще раз. Меня зовут Александр Власов, я страж ворот хоккейного Алтая. Итак, начнем. Президент футбольного клуба «Динамо» достаточно абстрактно ответил на вопрос по поводу слухов о возможном выходе команды в подэлитный дивизион страны. Мой коллега Кирилл Политов задал острый вопрос в то время, как футболисты играли в хоккей. Это было 1 апреля и это не шутки. Слушаем ответ. Вот мы такого слова собрались или там задачу поставили, я вот как-то не воспринимаю. Вот выиграли, значит выиграли. Вопросов нет. А когда собрались, там деньги дали, потом не дали, потом как вот у многих команд поставили задачу, а теперь денег нет, мы не пойдем. А вот выиграем, если первое место займем, тогда и будем идти. А выиграть? Будем стараться. Тут я процитирую знаменитую фразу Льва Троцкого «Ни мира, ни войны». Напомню, синие-белые возобновят чемпионат домашней игрой против одного из лидеров сезона «Сахалина» 20 апреля. Болельщики уже заждались, наглаживают шарфы и футболки, разминают голосовые связки. Надеемся, динамовцы по итогам сезона все же займут первое место, поборются за золотые медали. Еще два клуба с Алтая. Это я уже про университет и Алтай-баскет. Сначала о первых. Студенты уже гарантированы в призерах. Осталось только определиться, с каким отливом будут медали. Возможно, даже высшие пробы. Для достижения этой цели команде Ивана Воронкова в боевом составе отправится в гости к локомотиву «Изумруд» из Екатеринбурга. С достаточно крепким середняком лиги встретятся 8 и 9 апреля. Буквально следом, туда же, на Урал, только чуть позже, 10 апреля, отправится и Алтай-баскет. Зарубится с местным «Уралмаршем», наверняка это будет зрелищный финал. Там отыграют две игры, продолжат битву уже в домашних для баскетовцев стенах. Оппоненты выйдут на парке спортивного комплекса «Победа» 15 апреля. Серия идет до трех побед одной из команд. В этом году юбилей отмечает руководитель Алтай-баскета Михаил Панфилов, с чем мы его и поздравляем. Какой подарок приготовили его подопечные, узнаем совсем скоро. На этом у меня все. Эти две минуты с вами был Александр Власов. Коллеги, вам ответное слово. Спасибо, Александр. Пожелаем вам летом набраться сил и в следующем сезоне реабилитироваться в глазах болельщиков. А еще буквально сразу после записи эфира Александру сообщили о том, что у него родился сын Денис. Мы поздравляем папу, маму, желаем вам здоровья и ждем скоро Дениса в составе хоккейного Алтая.